Блог для интернет-магазина. Нужен ли он? Зачем его создавать? Как его создавать? Чему нужно уделить внимание, помимо тех вещей, которые, возможно, вы и так знаете, либо не знаете? Сейчас мы пройдемся по азам блогов, как их нужно делать для интернет-магазинов и определенные рекомендации вообще, какой контент туда писать. Итак, поехали, мы сейчас поговорим про информационный контент для вашего интернет-магазина. Потому что это переплетается с блогингом и моя любимая тема это блогинг. И сделал я бы такой пункт, как не писать статьи для галочки. Да, вот. Огромное количество особенно вот корпоративные сайты, это просто болезнь вообще. Там, видимо, заставляют сотрудника, говорят, вот ты должен, вот тебе блог, вот пиши там несколько статей в месяц или... И просто такие статьи там, даже некоторые без картинок. Просто какая-то небольшая портяночка текста, скучная, отвратительная вообще. Никто не будет никогда читать там. Это пустая тропа времени. Первое, с чем можете столкнуться, блог многие интернет-магазины чаще всего делают непосредственно на своих сайтах. И их можно, конечно же, легко найти. То есть мы, если возьмем интернет-магазин любой в поиске и войдем в него, мы можем это заметить. Например, сейчас попробуем найти интернет-магазин игрушек. Например, мы зайдем на Антошку. Такой известный интернет-магазин, который продает игрушки. И попробуем поискать у него блог. Блог, скорее всего, будет у нас в подвале и мы можем его даже найти. Он будет либо по разделу статьи, либо блог. Сейчас, собственно, от баннера избавимся. Вот статьи и обзоры. И вот вы видите, что блог находится просто под папочкой. И вы можете зайти в любую статью и почитать о ней. То есть, собственно, статейки реализованы и так, и так. Работают они или нет, это вопрос следующего пункта видео. Но первый вариант реализации блога, как мы видим, в виде под папочки, где статьи лежат в специальном уровне, как по URL находится блог. Второй вариант, который мы с вами рассмотрим, это когда блог находится на отдельном поддомене, но на который вы можете спокойно перейти через свой ресурс. Например, на сайте confi можно увидеть, что блога как будто бы и нет. И это вас может удивить, типа, а где блог статьи? Как их найти? Где они находятся? Мы его нашли, он спрятан вот здесь. И он переводит нас на поддомен. И блог находится действительно на поддомене, имеет свой дизайн. И действительно здесь выходит информация, уже написанная четко под статейники. Вы видите, то есть обычные классические статьи, которые обычно раскачиваются там разными способами по рекламе. Ну и, конечно же, тут ведут ссылочки уже непосредственно на сами товары. Вы можете увидеть, что уже сам блог ведет обратно на магазин. Классическая методика ведения блога, но сейчас стало очень модно вести на поддомене. Более того, на самом крупном маркетплейсе, розетке, мы вообще не нашли блога. Мой коллега его с удовольствием нашел. Он называется журнал. И я пытался найти ссылку непосредственно на самом ресурсе и не нашел ее никак. То есть я просто смотрел подвал, изучил страницы и не мог найти этот журнал. Но, конечно же, ссылки с него ведут на страничке на самом магазине. И он сделан, ну, как надо. То есть он ведет, как положено, на конкретные товары без каких-либо сложностей. Он ведет сразу, куда надо. Но, фактически, обратно вернуться на него мы не нашли способа. Возможно, где-то он есть, где-то он прописан, предпочитать в блоге. Но блог, фактически, из главной не залинкован от слова никак. Вот. Итого мы имеем три вариации ведения блога. Первая вариация, это когда статьи пишутся в специальном разделе под папки вашего сайта. Второй вариант, когда они находятся в поддомене, но навигация на него упрощена. И третий вариант, когда блог вообще отделен от вашего ресурса и на нем пишутся обзоры с ссылочками на вас. Какой вариант действительно лучше? Давайте будем разбирать более детально. И, конечно же, убедимся тем моментом техническим, который нужно реализовывать на своем блоге. Да, я бы добавил. Давай. Вот, изучаем блоги. Вот те, кто работают в русскоязычном сегменте, я советую обращать внимание на западные блоги. Потому что блогинг вообще англоязычный, он лет на пять впереди русскоязычного точно. И там практически на каждом коммерческом сайте есть тоже блог. У них корпоративный блогинг очень развит. И привлекает хороший трафик и окупает все эти затраты. У нас же, например, у многих коммерческих сайтов вообще нет блога. И там даже как класс отсутствует. Поэтому погуглите свои запросы, например, на английском. И вы наверняка найдете там сочетание блог, статьи, лучшие какие-то подборки. Вы найдете, во-первых, массу идей для статей себе. Можно на том же Ахрев сравнить, какие страницы вот этих блогов по вашей тематике выстрелили. То есть вы можете просто не писать по всему семантическому ядру там инфозапросов, какие вы нашли в своей тематике. Это только получше. Да, пишите сразу те, которые выстрелят, скорее всего. Скорее всего, трафик привлекут и так далее. И не пожалейте времени. У нас и в Рунете, и у Анете тоже мало написать просто и опубликовать контент. Надо еще потратить время на его пиар. То есть обязательно вот то, что у нас как раз сейчас по сути тема, как продвигать с помощью контента, обязательно не пожалейте времени. Потому что вот я общаюсь с западными специалистами, сеошниками. Они минимум 50% времени, посвященном вообще статье и ее пиару, тратят именно на распространение и популяризацию своей статьи. То есть хотя бы, чтобы кто-то ретвитнул, кто-то сделал репост в фейсбуке, какие-то, называют их инфуенсовые, то есть влиятельные люди с аудиторией. То есть какой-нибудь блогер или владелец сайта или форума с ними дружат и вот таким образом пиарят. Половину времени они тратят на статью, на написание и на доработку, а половину тратят именно на популяризацию этой статьи. Давайте посмотрим все изнутри. Какой блог более успешен? Да, нельзя сравнивать между собой там мастодонтов рынка и подобные сайты, но интересно посмотреть, а кто же действительно клево пишет и какие результаты дают блоги лучше. Ну и конечно же я решил посмотреть на эти же магазины и изучить их трафик. И был безумно удивлен, что блог действительно крупного маркетплейса розетки по факту имеет очень слабый показатель. То есть статьи на нем пишутся, но показатели очень плохие. В то время как статьи непосредственно оказались в компе более сильные по трафику. Но какие конечно они по тематике, насколько они целевые. На самом деле вы можете увидеть, что статьи, которые здесь есть, они являются чуть ли не верхней частью воронки. Вы можете посмотреть, какие ключевые слова используются здесь. Конечно же можно увидеть, что очень много сайтов, просто контента собирается на тематике, которая никак не связана с магазином техники. Но частично связаны рецепты там приготовления скумбрии, да, там например, да, можно там продавать посуду под это все. Но честно говоря, когда я пытаюсь узнать рецепты скумбрии, у меня меньше всего желания покупать технику. Это, ну, совсем дальняя целевая статья, поэтому очень важно выбирать темы для того, что вы действительно продаете. Потому что, ну, максимум там, если меня интересует приготовление тушенки в автоклаве, да, вот именно в автоклаве, то это нормальная тема, потому что она подразумевает собой использование автоклава, либо покупку автоклава. Но просто рецепт запеченный скумбрии, я не буду специально покупать духовку, то есть интересуюсь рецептом запеченной скумбрии, да, не какую-то встроенную духовку. Скорее всего это, ну, слишком дальний запрос, очень дальний. Вот. Как же и касательно салата с тунцом, то есть при высоких показателях по органике на самом деле собирается немножко не целевая органика. Также я бы обратил внимание, что блок, в частности в Украине, имеет очень сильный скрытый потенциал украинского языка. В силу действительно пустоты контента на украинском сегменте контента, пустота по факту, нехватка. Контент на украинском языке начинает очень хорошо ранжироваться. На украинском языке говорит больше половины граждан Украины, и чем больше мы смотрим западную часть Украины, тем больше говорит людей непосредственно на украинском языке. Во Львове русские запросы практически уже не котируются, они не конвертят, в то время как, например, еще в других частях Украины русский язык является действительно доминирующим. Но украинский язык нельзя сбрасывать с счетов, его популярность растет, а в некоторых нишах, в частности в законодательной нише, она в принципе гораздо выше, чем российские, и российские, собственно, вариации этих же страничек. Поэтому я бы обратил внимание, именно на вот этот момент, наличие перевода статей на украинский язык гарантирует вам стабильный трафик на сегодняшний день. Поэтому если мы говорим про продвижение в Украине, то нельзя сбрасывать с счетов перевод всего вашего материала. Вы можете сказать, сколько это стоит, дорого, недорого, но удвоить свой трафик вы можете попросту, прямо сегодня, заказав перевод, заказав редактуру, и получив хороший контент, который находится практически на тому же дизайну, по тем же урлам, просто там измененным урлам на соответствующие украинские версии тех или иных страниц. И таким образом у вас решается проблема с органикой, вы ее попросту удваиваете. Следующим важным фактором для написания вашего блога является правильный выбор тем. Так называемый грамотный скоринг семантики. И скоринг семантики для блога действительно имеет особенности. Вы должны собирать не все запросы. Сколько бы вам бы не собирали сеошники семантику, для блога вам нужны совсем другие ключи. И их собирать сложнее всего, потому что на самом деле вам придется отсеивать огромное количество ненужных ключевых слов. Например, если мы изучим, в частности, этот блог, по каким ключам он ранжируется, он ранжируется действительно по гигантскому количеству ключевых слов. Для этой цели мы зайдем сейчас в органические ключевые слова этого ресурса и посмотрим, что 5000 слов фактически это транжируется от ресурса, если не верить Ахревс. У серпстат значения будет гораздо больше. Но в первую очередь нас интересуют так называемые расширенные сниппеты. И этих расширенных сниппетов окажется 2000. То есть потенциально почти 40% семантики этого ресурса при запросе генерирует расширенный сниппет. И если правильно выбрать запросы и правильно написать контент, а я про это рассказывал в наряде вебинаров, которые вы можете посмотреть, ссылочки я оставлю в описании, как писать расширенные сниппеты, насколько они важны. И есть статья про расширенные сниппеты, тоже ссылочку оставлю внизу. Вы можете узнать, что действительно это кладезь по органике для блога. Потому что если вы выбираете эти темы и просто расписываете ответ на нее, не на гигантский лонгрид, а на небольшой ответ, но лаконичный, с картинками, с таблицами, со всей информацией. Лаконичный, хороший такой ответ в виде статьи, вы получаете очень сильный буст в органике. И обратите внимание, как найти потерянный телефон, если он выключен. И он показывается в расширенном сниппете. И эта страничка находится, в принципе, на довольно высоких позициях. Страница не гигантская, но статья действительно не гигантская, если посчитать количество символов, а здесь их мало. Здесь, в самом деле, просто добавлены картинки, и все, и написана инструкция. По факту перелинкованной статьи больше ничего другого. На самом деле, очень полезно, ничего лишнего. Хотя я бы картинки делал бы со скриншотами, так я, если бы хотел забрать у нее трафик, я бы написал статью и написал бы реальную инструкцию. То есть, как это сделать, как действия эти нажать, не писать на кнопках, и забрал бы эти картинки с стока, и забрал бы эту статью в топе. Если вам интересно, напишите мне, я помогу вашему интернет-магазину захватить при помощи этой стратегии любой трафик из топа. Потому что именно по этой стратегии мы вытаскиваем ряда магазинов, и вы об этом можете почитать и посмотреть в моей презентации. Поэтому мы берем любую другую тему, например, даже вот возьмем тему популярные куклы. Обратите внимание, обычный чек-лист подбор самых популярных кукол. Здесь действительно клевая статья, потому что здесь подобраны правильные картинки, как раз нужных товаров, на которые идет обзор. Текста здесь мало, просто чек-лист, картинка, чек-лист, картинка, чек-лист, картинка, подпись. И то, что забывают многие, когда ставят картинки, подпись, подпись картинки, это жирный буст вашего продвижения. Потому что подписи изображений по факту и выводимый Альтех нужно делать просто одинаковыми. И вы подписывая картинку, заодно и сообщаете контент-менеджеру, какой Альтех он должен сделать, и подпись под картинкой фактически является кликабельной ссылочкой, куда пользователь может перейти и посмотреть на этот товар. Это очень просто, не требует никаких доработок программистов, встраивания каких-то специальных модулей, никак не нагружает вашу скорость. Но при этом пользователь, если заинтересуется, он кликнет и перейдет, и перейдет на ваш товар. Поэтому темы подборок тоже шикарный буст для вашего ресурса, то, что позволяет качать ваш блог без каких-либо сложностей и костылей. Обратим дальше. Как вы видите, очень много вопросов подборок, подборки подарки для мамы, ответы на вопросы, подборки фильмов, какой подарок лучше подарить девушке. Это тоже, собственно, тема такая, которая работает как подборка. Что подарить девушке, всякие рецепты, вот, например, яйца в смятку, да, вот по такому запросу, как варить яйца в смятку. Это классические рецепты, по которым тоже можно ловить расширенный сниппет, грамотная микроразметка Recipe. И, конечно же, вы получаете прекрасный непосредственно трафик на свой ресурс. Конечно, не надо делать гигантские рецепты, делайте короткие рецепты и старайтесь действительно писать по максимуму. Но помните, что именно хороший контент Google выводит и ранжируется. Поэтому первое действие, это, конечно же, скоринг семантики, отбор тех самых ключей. Возьмите все блоги, которые встречаются в вашей сфере. Скачайте вот эти ключи, которые генерируют расширенный сниппет. Со всеми метриками, вот просто вахревсе, закажите у кого-то сбор этой семантики, например, у нас можете заказать. Просто мы соберем эту всю семантику, отсеем ее, кластеризуем и дадим вам, вот смотрите, вот ключи, с которыми можно работать. С ними можно генерировать контент. Вокруг них можно строить создание своего контента. И этот контент прекрасно зайдет как в YouTube, так в Google. Потому что расширение сниппетов с очень высокой долей вероятностью попадают в YouTube сниппеты. Рецепты конкурируют между блоком рецептами и видео с рецептами. И Google сам решает по поведенческому, что людям важнее. Рецепт текстовой версии и рецепт видео версии. Поэтому собрать семантику, кластеризовать, составить контент-план. По вот этому несчастному небольшому клику вы срезаете сразу кучу ненужной семантики, на которую не нужно тратить энергию и время. А цельтесь в эту, цельтесь в эти ключи. Потому что именно по ним вы можете увидеть, как те или иные сайты забирают просто выдачу на пустом месте. И вы должны делать то же самое. Переходим ко второй части, которую нужно будет реализовать вашему программисту. Во-первых, очень важно, чтобы на вашем ресурсе блога была навигация. Навигация между этими самыми статьями. И, конечно же, в навигации нужно реализовать несколько вещей. Категории ваших статей, для того, чтобы пользователь мог легко переключиться на нужные категории вашего блога. Чаще всего они никак не будут ранжироваться, потому что никто из людей не гуглит статьи про гаджеты, статьи про планшеты. Это нужно только для юзабилити, для того, чтобы пользователь мог найти нужную статью. Также неплохо, чтобы был поиск по статьям, как реализовано у нас на сайте. И это действительно очень помогает. Но почему-то здесь поиск реализован, ну, просто вот отдельно, он общий. Ну, в принципе, так же и вот можно и делать в таком формате. Ну, иногда можно не догадаться, что это поиск. Выделите его как-то в виде поисковой строки. Пользователи как бы охотнее на это реагируют. Хотя, может быть, он работает и даже лучше, чем у нас. Поиск работать должен по словам, искать по всевозможным запросам результаты и выдавать те же самые статьи. Следующее, что у статей, конечно же, должно быть, это кто является редактором, автором статьи, когда она написана, сколько у нее комментариев и непосредственно, так называемая, перелинковка между другими статьями. Блок также интересен. Очень неплохо делают блоки предыдущая статья, следующая статья. Иногда действительно помогают люди, которые читают, любят почитать. Клевый блок, если вы нашли ошибку, Ctrl-Enter и отправить ошибку. Это, на самом деле, очень старая штука. Редакторы будут в курсе, что вы на что-то нажали и отправили ошибку. И они пересмотрят, где была сделана ошибка. Да, понятно, что могут быть спами, там, закидывать спамом эту всю штуку, но это такое. Следующий момент, обратите внимание, это содержание. Содержание ведет здесь на отдельные якорные ссылки, вообще как бы должно вести, но здесь оно ведет на непонятно куда, то есть оно ведет здесь само на себя. На самом деле, если вы посмотрите статьи на нашем сайте, на любую статью, в которую мы зайдем, вы можете увидеть, что у нас содержание представлено в виде кликабельных элементов, которое переходит на отдельные главы. Очень неплохо делать вот этот трюк с бегунком. Бегунок, который вы сейчас видите, он очень сильно увеличивает вовлечение на страницах. Как мы его поставили, вовлечение выросло на 30%. Пользователь, например, понимает, какой длины статья и понимает, что стоит читать дальше. Ну и, конечно же, не стоит забывать про микроразметку. Микроразметка на этом блоке должна прописываться, конечно же, правильно. Поэтому давайте проверим микроразметку сейчас на этой статье на нашем сайте. Возьмем, добавим сейчас микроразметку на этот ресурс и посмотрим на нее, какая она есть. Итак, вы видите, что у нас на блоге реализовано гораздо больше микроразметки, даже чем на некоторых сайтах. Но есть ключевые элементы, которые все реализуют. В первую очередь, это хлебная крошка. Микроразметка Breadcrumplist. Она должна быть на всех страницах вашего блога, как на категориях, так и отдельных элементах. Какая она конкретная, вы можете полистать по блогам и увидеть, что она имеет несколько уровней. Главный уровень, уровень второго уровня, то есть, как говорится, ссылка второго уровня и ссылка третьего уровня, на которой уже находится конкретная статья. И таким образом будет прописываться сама хлебная крошка в полном виде. Аналогично вы можете увидеть, здесь хлебная крошка реализована всего лишь в два этапа. Ну, для категории, для непосредственно самой категории, которую мы смотрели. Вот. Ну и давайте посмотрим, есть еще третья микроразметка, то есть, вторая микроразметка, которая общая, называется Article. Article это непосредственно важная микроразметка самой статьи. Про нее есть соответствующая инструкция в Гугле, где вы можете почитать, как она непосредственно прописывается, как она влияет для работы Google Бота, как он ее сканирует, как он распознает те или иные данные, какие требования должны быть к AMP-страницам, к обычным страницам, как нужно писать страницы. Следует различать, что есть отдельно News Article, Blog Posting и Article. Article это общий формат классической статьи. Blog Posting это ваш блок, который вы пишете как свое мнение, которое обычно в ранжировании ранжируется хуже. И News Article, методы ранжирования этих страниц, они имеют другую особенность, и здесь надо постить не вечно зеленый контент, а событийный. То есть, Article нужен для вечно зеленого контента, News Article для событийного, а Blog для каких-то ваших мнений и рекомендаций. Как пишется тот или иной формат, вы можете увидеть, собственно, в инструкции. И, конечно же, на примере конкурентов всегда можно посмотреть, как кто размечает какой тип контента. И вы можете увидеть, как мы размечаем свои статьи, как мы размечаем соцсети, как мы размечаем ссылки и как мы размечаем изображения. Тот самый объект Image Object, который позволяет выводить картинку в мобильной версии, это тоже очень важный элемент для выбора этих самых элементов. И по поводу содержания, не все делают, но всем советую, для вот этих блоков делается специальная микроразметка Site Navigation Element. Вот вы видите, она реализована в том виде, как она есть. И вы видите по этой статье, вот каждая ссылочка здесь размечена. Простая стратегия, Oral, Name, Name, Oral, Name, Oral, Name, Oral и ничего другого. Благодаря этой микроразметке иногда под вашей статьей, если она занимает первое место, появляются быстрые ссылочки. И эти быстрые ссылочки ведут на отдельные элементы этой статьи. Микроразметка Article, микроразметка Breadcrumb List, микроразметка Site Navigation Element, но есть еще одна микроразметка, которую нужно знать. Это микроразметка рецептов. Если вы пишете рецепты, у нее другая микроразметка, и Article ставить сюда будет неверным. И если вы пишете рецепт, я бы рецепты складывал в специальную отдельную папочку и маркировал специальной микроразметкой Recipe. И Recipe имеет свою определенную механику, у нее свои пунктики с ингредиентами, у нее свои пунктики с калорийностью, свои пунктики с инструкцией. Здесь действительно есть к чему присмотреться. И когда вы проектируете контент для рецепта, вы должны заранее знать, какие элементы вы будете заполнять. И очень неплохо, чтобы когда вы создаете страницу рецепта, программист заранее вам подготовил подложечки, куда вы будете заполнять эти данные. И просто они выводились в определенном дизайнерском элементе. Поэтому при проработке непосредственно верстки странички рецепта, это не просто повесить микроразметку, это заранее создать шаблон страницы для рецептов. И к этому нужно подготовиться, тогда топ вам обеспечен. По контент-маркетингу для меня является Брайан Дин и его блог. Он только в последнее время начал активно создавать страницы на своем сайте. У него так называемые хабы там, SEO, хабы и так далее. А до этого времени у него с 2012 года, если не ошибаюсь, блог, он содержал всего около 30-32 статей. То есть, представляете, там 6-7 лет 8 блогу, а всего 30 статей. И при том, он очень успешно, если посмотрите на хребс график роста трафика из ссылочной массы, там все хорошо, все росло. Постоянно и постепенно. И при этом Брайан делал акцент не на создании новых страниц, а на улучшении и совершенствовании новых. То есть, он, на мой взгляд, король обновления контента. Очень классно обновлял. И вы можете посмотреть на популярные, да на любую статью на его блоге, которая, например, обновлена спустя некоторое время. И там просто колоссальное количество лайков, там репостов в Фейсбуке, социальных сигналов, комментариев очень много, часто там более сотни. И таким образом этот специалист как раз показывает, как нужно правильно использовать обновление контента. А это, по сути, влияет на то, например, что страница остается по тому же адресу. То есть, обновлять контент, обновлять страницы намного эффективнее и намного быстрее и проще, чем создавать новую. И поговорим непосредственно об искусстве написания статей. Первое, что вы должны научиться, вы должны забыть про SEO. Забудьте, что вас учат про вхождение ключей. Забудьте этот весь мусор, который вам рассказывали, возможно, другие SEOшники. Просто не тратьте на это время. Блог это как что-то вроде доклада, который имеет определенные тенденции. Ваш доклад должен легко читаться. Правило номер один. И для того, чтобы это правило номер один вы соблюдали, вы должны научиться нескольким вещам. Первая вещь. Вы должны научиться писать небольшими абзацами. Обратите внимание, в топах всегда находятся сайты, у которых абзацы написаны очень коротко. И не написано простыня. Простыней нет. Все пишется очень коротко и грамотно. Во-вторых, это разбивка контента по заголовкам. Заголовки нужно уметь правильно выбирать. Очень правильно выбирать нужные, правильно подбирать заголовки. Если мы посмотрим те же топовые страницы, которые мы смотрели, даже если посмотреть тот страничку рецепт, как варить яйца всмятку, обратите внимание, что все разбито по отдельным блокам. И в принципе все разбито так, что вы понимаете логику этой статьи. Как она сделана, как это делается. Ничего сложного. Просто правильная разметка заголовков и текста. Какие заголовки использовать? Хорошо использовать серию заголовков H2. Но если ваша статья многоуровневая, можете H2 разбивать по H3. Дальше я не рекомендую дробить. Достаточно одних H2. Иногда можно делать 4 H2 и в каждом по 3 H3. То есть вот если у вас примерно такие пропорции сохраняются. Но хорошие статьи в основном состоят только из H2. Почему? Наблюдение. Сам пишу сложные статьи. Не знаю зачем, но я люблю писать все сложные по иерархии. Но хорошие статьи рекомендую писать. Я когда составляю ТЗ для своих клиентов, я всегда рекомендую им делать. Дальше в H3 не уходить. Но структуру статьи желательно составлять. Обратите внимание, если бы я составлял статью, непосредственно структуру для вот этой статьи, я бы сделал следующее. Я бы зашел непосредственно на вот эту статью и попытался вытащить из нее иерархию заголовков. И конечно же, вот как вы видите, эта статья разбита вот по моей любимой логике H2 и H3. Фактически я бы собрал эти ключи, взял бы эти ключи, посмотрел бы под эти ключи другие ключи, которые встречаются. И поискал бы контент в сети по этим запросам. Например, как долго варить яйца. Я бы задал этот вопрос непосредственно в гугле и посмотрел, что выводится в топе. И зацепился бы за вот этот контент, за вот этот сниппет. И сказал бы, вот смотрите, вот этот факт нужно обыграть в контенте. В первую очередь тащить этот факт. Специально собрал бы расширенные сниппеты и собственно контент с расширенных сниппетов для этих целей сюда. То есть взял бы эти запросы и собрал бы эти расширенные сниппеты. После этого я бы уже начал работать над другими. Допустим, берем другой ключ и работал бы дальше, допустим, как варить яйца и ризных птахив. Пожалуйста, запросил бы этот запрос. Я бы скопировал бы вот эту парочку ссылочек и попросил бы копирайтера почитать. И, например, спросил бы вот такой вопрос. Ну и собственно мы увидим, что мы нашли на другую страничку, как валить куриные яйца. Как видим, этот вопрос мы уже задавали. Но мы можем проверить любой другой запрос. Допустим, яйцо пашот. Как правильно варить и яйца пашот можем. Вот сейчас спросить этот запрос и посмотреть, что будет. Мы увидим, что есть несколько видеороликов, но есть вот две статьи, на которые можно зацепиться и забрать и оттуда контент. И передать его на написание копирайтера. То есть я бы сказал ему, вот тема, как варить яйцо пашот. И я хочу, чтобы ты отсюда выбрал самую суть, самая важная, непосредственно вот с этих материалов. Например, у этой статьи я бы зацепился бы непосредственно на процессе. Коротко описал бы процесс, но не доходил бы до рецептов. То есть взял бы саму суть, как оно готовится. Ну и действительно подобрал бы свои фотографии. Третий секрет это свои фотографии. Помните, что если вы берете чужие фотографии, Google это замечает, многие это замечают, а сайты, у которых есть защита от копирования, DMCA, могут на вас пожаловаться и вас могут выкинуть из индекса. Поэтому делайте свои фотографии, пополняйте свой фотобанк, сохраняйте свои фотографии для ваших авторов, чтобы они знали, что брать. Если они не знают, что брать, то тогда заказывайте эти фотографии где-то на сторонних источниках, чтобы вам прислали уникальные, которые будут принадлежать вам. Например, если вы не знаете, как там с рецептами возитесь, проще скооперироваться с поваром, который будет это все фоткать, а вы будете это все использовать. Самый оптимальный вариант. И действительно, другого варианта я пока не вижу, потому что уникальность изображений показывает себя очень хорошо в аранжировании по Google картинкам. И здесь на этот момент я бы сосредоточил внимание. Обратите внимание, что как раз по этому запросу прекрасно себя чувствует сайт, который занимается рецептами, где он делает свои собственные авторские фотографии, а не какой-то другой накрученный копирайтерами ресурс. Следующее, что нужно обязательно добавлять в ваши статьи, это видеоконтент. Хорошо добавлять видеоконтент непосредственно в конец статьи, чтобы пользователь не отвлекался от чтения статьи, дочитав ее до конца, он уже взаимодействовал с видеоконтентом. Для видеоконтента нужно тоже делать микроразметку VideoObject. И она есть тоже в инструкции. В Google вы можете на нее посмотреть. И специальная микроразметка VideoObject позволяет разметить ваши видеоролики на вашем ресурсе. Не сложно, не требует никаких танцев с бубнами, легко ставится, вы можете почитать. Инструкция есть прямо на Google, как ставится тайный микроразметка, плашка и другие элементы. И вы можете начать ранжироваться по видео, но ссылки будут вести не на ваш YouTube канал, а на ваш сайт. Поэтому уделяйте внимание продвижению при помощи видео. Это действительно очень полезно для вашего сайта. Добавление видео в блог может увеличить ранжирование ваших статей по совсем другим запросам, которые даже изначально не были у вас прописаны в статье. А за счет именно ролика, названия ролика, тегов ролика и других вещей. Не стоит забывать, что YouTube принадлежит к Google, и их алгоритмы все равно частично, но пересекаются. Поэтому не забывайте добавлять ролики, если у вас есть свой YouTube канал, и вы его пополняете похожей тематикой. Снимите короткие ролики, снимите ролики, которые дополняют вашу статью, дополните ее за счет этого. Поэтому уделяйте внимание одному статейному материалу, чтобы он был вашим ключевым двигателем по органическому трафику. Есть такая распространенная ошибка, что если пишутся новые статьи на сайт, и они перестали приносить трафик, хотя ключи вроде бы подобраны правильно, это первый, как мне кажется, сигнал того, что надо приостановиться писать новые статьи и поработать над старыми. Потому что если новые статьи под хорошие ключи не дают трафик, не дают позиции, значит, что-то пошло не так. Значит, ну, мы что-то подпортили. Вот, надо отойти на шаг назад, писать, может, там не 10 статей в месяц, а одну, а вместо этого переписать, может быть, часть старого контента и посмотреть, почему он не берет трафик. Чему еще нужно уделять внимание? Конечно же, это форматирование контента. Следует помнить, что списки делаются непосредственно как списки в коде. То есть вам нужно делать именно список так, как он есть, а не так, как вы его пишете, один точка пробел. И это, конечно, касается таблиц. Таблицы тоже нужно делать так, чтобы они были в HTML верстке разбиты непосредственно как тейбл, а не таблица. Поэтому давайте проверим сейчас, как, допустим, реализован этот списочек, и вы можете увидеть, что он реализован как раз как список. И вы видите, что он реализован без каких-либо костылей. Точно так же реализованы и другие элементы на этом сайте. Вы можете проверить любой элемент и убедитесь в том, что я буду прав. Точно так же это касается изображений, которые подгружаются через Lazy. Вы видите, что оно есть. Есть прописан Title картинки, прописан Alt картинки, прописано все. То есть все, что для SEO сделано даже для вот этой картинки с несчастными пятью яичками. Поэтому обращайте внимание на то, как вы верстаете контент. Он должен быть не просто вставлен на кое-как, а даже сама по себе классическая верстка контента должна быть чистая. И действительно, вы обратите внимание, что каждый параграф разбит отдельными параграфами. Сейчас не пихают весь текст в один параграф, а делают именно вот так. Вот ключ для продвижения попадания в расширенные сниппеты. Разбивать, научиться разбивать свой контент на не более 300 знаков в одном блоке. Сколько здесь символов? Можете посчитать. Я более чем уверен, что в среднем все параграфы имеют 250 до 300 знаков. Это некий сейчас тренд искусства написания статей. Поэтому приучайте себя писать сразу в таком формате, короткими абзацами, не выходя за пределы 300 знаков. И у вас есть очень высокие шансы начать аранжироваться. Если вам помогают эти советы, помогли или в будущем помогут, напишите в комментариях. Я хочу понять, помог ли вам мой ролик. Действительно, потому что статейное продвижение это основа, кровь, как говорится, в SEO. Потому что многие вещи делаются за счет информационки, за счет блога. Мы многие вещи выстраиваем в контент. Есть целые стратегии. Стратегии статейного продвижения, построенные на создании своих статей и наращивании ссылок на них. Поэтому, почему интернет-магазины ведут блоги, почему их реализуют такими образом, почему они с них льют трафик через ссылки. Поймите просто, интернет-магазины должны продавать. Блоги делаются именно в таком формате, чтобы, скорее всего, мое подозрение, я не буду точно уверен. Потому что интернет-магазины делают специальные подпапки для каждых городов, и блог трудно реализовать, кроме как вынося его на отдельный поддомин. Более того, интернет-магазину проще вынести блог на поддомин, если CMS не имеет адекватной системы для введения блога. Если у них самопись сайта, а блог проще поднять на WordPress. Конечно же, вам проще движок тогда блога перенести на поддомин. И у вас будет шикарный блог, который будет генерировать трафик, потому что в нем уже из коробки есть множество решений для того, чтобы этот блог хорошо себя чувствовал. А интернет-магазины чаще всего делают сильные интернет-магазины на самописи, либо даже если на платформах, но с очень плохой реализацией самого блога. Поэтому, почему блоги выглядят именно так, почему они работают? Да, потому что все уже распознали этот самый волшебный рецепт, как вести блог. И если вы хотите, чтобы ваш блог заработал, завелся, применяйте эти простые шаги, которые были в этом видео. Начиная от правильного скоринга семантики, кластеризации и выбора тем, умение формировать техническое задание копирайтеру, и, конечно же, грамотная верстка, микроразметка, но и другие вещи, которые вы так спросил, знаете. Это и скорость, и ссылки, и грамотная перелинковка. Всем спасибо, и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, задавать вопросы в комментариях. Вот сейчас вот такой вот бегуночек напомню, где у нас можно подписаться. И, конечно же, я буду всех рад вас видеть на наших вебинарах. Всем пока-пока!